Вот такие ночные концерты женщине и ее соседям приходится терпеть регулярно. Драки, разборки, песни, корень зла – этот пивной магазин. Время 7 утра. Подойдешь, парням скажешь, выключите, пожалуйста, музыку. А что? Что вы нам можете сделать? Полиция туда и заходит, и смотрит. Они это все видят. И, видимо, даже полиция не замечает, что в магазине установлен игровой автомат. На вид – обычный платежный терминал. Продавцы о запретных играх якобы слышат первый раз. А это крытый рынок. Наша съемочная группа отпугнула игроманов. Обычно здесь выстраиваются очереди. Я человек простой, поэтому не особо умею играть в такие игры. И уже на протяжении пяти минут спускаю деньги нашего редактора. И вообще складывается впечатление, судя по этим комбинациям, что чтобы что-то здесь выиграть, здесь надо потратить далеко не 100 рублей. А ведь за установку подобных автоматов грозит крупный штраф и лишение свободы до двух лет. Сама игра запрещена. Запрещено проведение вне зон или в отсутствие лицензии. Почему пользуются на сих пор автоматами? А это все просто. Здесь в момент психологии гораздо проще. Ты ставил средства и можешь тут и сейчас получить больше. Можно прийти и получить эти средства. А в онлайн-трелину кому-то обратишься. Как их вывести? Проценты за переводы с кошелька на кошелек. А вот до чего могут довести безобидные игры в автомате. Игроман Артем уже месяц находится в реабилитационном центре в Косихинском районе. Вместе с ним свой мозг здесь перезагружают наркоманы и алкоголики. Многие признают, что их зависимость уже перешла в болезнь. Она мне уже не приносила какого-то неудовольствия. Но я видел, что одни проблемы. Проблемы в семье у меня и со знакомыми. И долги вот это все. И я уже стал сравнивать, что какая разница, что наркоман, что я игроман. Ну, закинули туда 100 рублей, ему выдал, он 1000, допустим. Все, он не может остановиться. Здесь люди с разных слоев общества есть. И, так сказать, узнаваемые люди нашего города. И очень состоятельные. И даже с деревень обращаются фермера, очень крупные, что проигрывают очень большие деньги. Случай на днях был. Девочка у нас была. За выходные 200 тысяч проиграла. Просто с телефона. В реабилитационном центре игроманы проводят около года. Никаких гаджетов, интернета. Люди осознанно от этого отказываются. Каждый день расписан практически по минутам. Стас, если можно так выразиться, выпускник этого центра. Сейчас он работает на заводе, занимается боксом. Но до этого 4 года почти не выходил из дома. И весил 140 килограммов. Кухня, компьютер, туалет. Все. Когда привезли его, ну это просто пародия на мужика была. Знаете, ноги, когда вот так вот опухают, у него в сланцах ходил, потому что в кроссовки ноги не влазили. Лень. От лени может дать одниночество. Вот это вот все. Когда человек один, ничем не занимается. Все события, которые с вами произошли за последние 5 лет без этой игровой зависимости, это стоило того, чтобы отказаться от игр? Да, конечно. Это как будто две разные жизни. Но далеко не все истории заканчиваются таким хэппи-эндом. Многие теряют семью, работу. Конечно, онлайн-казино, ставки, все это давно перекочевало в интернет. Зачастую к ним трудно ограничить доступ. Большинство сайтов зарегистрированы за рубежом в других юрисдикциях. С этим механическим грабителем, конечно, попроще. Тут же забрал свой выигрыш и не ломаешь голову, как из интернета вывести деньги на свой счет. Но почему в городе вот так спокойно, просто работают игровые автоматы, которые соблазняют на легкие деньги и на тяжелые последствия? Этот вопрос мы намерены адресовать правоохранительным органам. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.